Безобразно пьяный водитель стал виновником гибели 41-летнего велосипедиста. Дорожная авария со смертельным исходом произошла накануне вечером на востоке Свердловской области, в Байкаловском районе, возле деревни Нижняя Иленка. 9 марта 2021 года, около 19 часов 30 минут, на 45-м километре автомобильной дороги Малахова-Бобровская-Байкаловского района Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1972 года рождения, управляя транспортным средством ВАЗ-2114, допустил наезд на велосипедиста 1979 года рождения, двигающийся в встречном направлении. За рулем «Лады» 14-й модели находился 48-летний сельский житель, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение и даже к уголовному наказанию за повторное задержание пьяным за рулем. Но, видимо, жизнь ничему не научила этого мужчину. Миша, я тебе доверяю, открой мне трубочку. Серьезно, Миша, мы время тянем, лишнее. А хватит просто уши. Куда ее открывать-то? Открывайте. Так, куда надо дуть? Сколько должно показать? Миша, ты первый дыхни? Нет, нет. Как нет? Да я зипил, б**! 30 минут назад! Все отлично. Так вот, пускай он первый дыхнет, потом я. Давай я дыхну. Давай я дыхну. Набираем полную грудь воздуха и дышим до мелодии. В моих руках. Полную грудь воздуха. Все, все, мелодия не заиграла. Идет анализ. Ему дай! Смотрите, смотрите, подождите. Ему дай! Сергей Анатольевич, успокойтесь, пожалуйста. Есть. 1,398 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха примерно равны 3 промилле этилового спирта в крови, что свидетельствует о тяжелой степени опьянения. В свое оправдание задержанный водитель сказал, что не видел велосипедиста, а когда заметил его, времени тормозить или отворачивать в сторону у него уже не было. И действительно, на одежде погибшего не было никаких светоотражающих элементов. Впрочем, они были на его велосипеде. По словам виновника ДТП, он ехал с другом из деревни Макушино, где поздравлял маму друга с прошедшим праздником. Сам он якобы не пил, а к бутылке приложился уже после случившегося, дожидаясь ГАИ. Однако, согласно действующему законодательству, участнику дорожно-транспортного происшествия такое поведение возбраняется и приравнивается к пьяному вождению. По факту произошедшей аварии назначено дознание.